14 декабря в Москве на Поклонной горе состоялся пятый съезд Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». На съезде был представлен отчет о достигнутых результатах работы «Союза добровольцев Донбасса» за 2019 год. Кроме того, были представлены основные итоги работы организации за все время деятельности. Председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Донбасс уже никогда не вернется в состав Украины. В начале конфликта многие люди еще не понимали, за что воюют ополченцы и добровольцы. Многие люди на Донбассе не понимали. Сейчас понимают отлично. Сейчас они абсолютно укрепили свое неприятие, оставшееся под властью Киеву, Украине. И нежеланию хоть как-нибудь, хоть под каким-нибудь видом, предлогом, поводом, пусть даже формально переходить под ее кураторство. Поэтому установление желто-блокитного украинского флага на Донбассе, чтобы не говорилось в любых дипломатических приемных залах, заседаниях, коридорах, кулуарах, невозможно. Исполнительный директор Союза Андрей Пинчук озвучил перспективы развития СДД. Что касается перспектив, вот подобной оценки, ну они сегодня на съезде были заявлены. Они социальные, гуманитарные, политические тоже. Это перспективы в рамках нашего развития как организации, ну и в рамках развития русского духа, и русского патриотизма, и русского государства, и русского мира. В общем, поэтому перспектива. Нашим добровольцам не надо помогать психологически. Они сами являются драйвером развития нашего общества. У нас общество больное, ему надо социально-психологическую помощь оказывать. Так вот мы доктора, мы не пациенты. А в закрытой части юбилейного съезда добровольцев принял участие помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.